Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. У новорожденных паучат, как и у взрослых, 4 пары глаз и одинаковое количество фоторецепторов. Разница, однако, заключается вовсе не в количестве, а в размере, поскольку молодые особи намного меньше взрослых, то и рецепторы у них меньше, да еще и упакованы, куда более плотно. Это помогает объяснить, почему совсем маленькие прыгающие пауки, Фидиппусадакас, могут выслеживать и ловить добычу так же эффективно, как и более зрелые представители вида. Команда исследователей решила эту головоломку, создав специальный микроавтальмоскоп, мало чем отличающийся от инструмента, используемого глазными врачами, чтобы изучить зрение прыгающих пауков. Потребовались годы, чтобы осуществить это, но в результате ученые получили беспрецедентный взгляд на то, как все восемь глаз паука развивались с рождения. Было обнаружено, что у пауков в глазах те же 8 тысяч фоторецепторов, что и у взрослых, но меньшего размера. Многие из ячеек также имеют форму цилиндров, чтобы можно было «втиснуть» как можно больше их количества в глаз и при этом сохранить способность различать объекты на расстоянии. Биолог Джон Томас Готти из Университета Питтсбурга говорит, что человеческим детям требуется 3-5 лет, чтобы их глаза достигли остроты глаз взрослых. А вот паучата видят так же хорошо, как их родители, только вылупившись из гнезда. Кроме того, хорошо заметно, что с рождения глаза паучат намного больше других органов, если сравнивать пропорции, все потому, что они не слишком интенсивно растут и с возрастом, когда головной отдел увеличивается, становятся пауку, в самый раз. Однако отличия все же есть, к примеру, молодые паучата видят в темноте хуже взрослых, потому что в их глаза попадает меньше света. Поэтому они немного неуклюжие в движениях, хоть и могут сами добывать себе пищу. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.